Ну вот смотри, интервью дал экономист Залужный, глава генштаба, первый офицер, что он называется. Не-не-не-не, глава генштаба Сергей Шептала. Да-да-да, ну, конечно, конечно. Главнокомандующий силы обороны. Разумеется, главнокомандующий, главнокомандующий, само-само. А, значит, вот смотри, вопрос как стоит. Он, в общем, дал такой достаточно... Шахиды были с юга, а не с Белоруссии, я перепутал этот раз. Ну, отсутствие народа, значит, сказывается. Ну, бывает, 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 это исправимо. А, значит, он сказал несколько очень важных вещей. Во-первых, он сказал о том, что Москва может строить планы о вторжении даже с территории Беларуси. Раз. Он сказал о том, что у Москвы есть резерв. Этот резерв, это мобилизованный, и что не стоит недооценить, ну, общий смысл я передаю, что это действительно может стать фактором, который Москва использует по максимуму по тому, чтобы добиться успехов и в Донбассе, и в Беларуси. Ну, или от других вещей, которые прозвучали, они, ну, скажем так, были восприняты очень трезво, с пониманием того, что война вот сегодня еще не выиграна, и завтра не будет выиграна, что на это понадобится и время, и масса усилий. Вот как бы ты все это... Ну, я вот посмотрел комментарии, ведь, понимаешь, офицер такого уровня, командующий, не может позволить себе шапкозакидать с настроением. Он всегда рисует картину, ну, скажем, реалистичную, но с небольшим таким, значит, осторожным, осторожным, то есть, сказать, оценкой, прямо скажем. Да, то есть, без, без такого, знаешь, излишнего оптимизма, выражусь так. Да. Нужен комментарий, да? Да, очень, очень. Комментарий очень простой. Значит, сам факт мобилизации, сам факт закупки иранской сброи, означая, оружие, вернее, означает ровно то, о чем мы говорили. Проиграв первые два раунда, три даже, противостояния с Украиной, российское руководство военно-политическое не... Приуменьшило аппетит, скажем так, сменило цели операциям, но не отказалось от попыток достичь каких-то промежуточных целей, которые можно продать российскому народу, как победу. Или промежуточную победу. Такими целями, в первую очередь, является удержание Крыма, захват снова Луганской и захват полной Донецкой области, с их точки зрения. Значит, основные усилия они сосредоточили там. Нашли, скажем так, социальную технологию, которая заключается в том, что собрать языка десятками тысяч, бросить их на убой, почистить таким образом зоны тюрьмы. И как они считают российское общество, мы это слышим в перехватах, они так чистят российское общество, как они говорят. И попутно, за завесой языка, которых с тремя рожками магазинов кидают на наши позиции, волнами непрерывно, найти возможность запустить военную промышленность, домобилизовать персонал, закупиться вооружением в третьих странах, но преимущественно это Иран. И почастное сохранение восстановить, и что? Иначе для того, чтобы использовать их в следующем раунде. В пятом уже почти в четвертом раунде, смотря как считать. Если не в шестом, если считать пять крупных российских отступлений. Таких резервов в настоящий момент около 200 тысяч, как сказал генерал Залужный. И это серьезный фактор, если вспомнить, что группировка вторжения с самого начала составляла 330 тысяч, ну, около того, под 300. Если считать первый и второй армейский корпус, так называемых ДНР, ТЛНР. С другой стороны, в вооруженных силах Украины сейчас в силах обороны под ружьем около 200 человек. Сколько? Около миллиона. Около миллиона. То есть 200 тысяч, это что? Ну, да, пятая часть. Пятая часть. Пятая часть группировки. У них сейчас порядка 170 тысяч на наших территориях. То есть если они выравниваются, они выравниваются в половину. В половину всего. Их будет около 400, чуть выше 400, даже если все сюда приедут. У нас по-прежнему останется миллион, но мы же можем домобилизоваться в случае необходимости. Хотя сам Залужный отрицает необходимость домобилизации. Она постепенненько идет, там добирают людей по специальностям, отдельные группы и так далее. Но большой волны не ожидается. Является ли 200 тысяч войск существенным фактором? Безусловно, является. Особенно если их сосредоточить на определенных направлениях, с определенными задачами реалистичными и так далее, они причинят массу неприятности. Для примера, Бахмут-Солидар около 40 БТГ. 40 БТГ это где-то 36 тысяч, под 40 тысяч войск. Чуть меньше. Ну вот представьте себе, что таких направлений будет еще 5. Проблемка. С одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим на качество этого войска. Все-таки это преимущественно мобилизованное. И хотя они развернули полный цикл подготовки мобилизованных и готовят их действительно неплохо. С признаком этого является постоянный перенос сроков готовности. Они оценивают разделение, считают его неготовым, продлевают подготовку, пользуясь тем, тем самым, чтобы КЗК держит, держит как это линия. Не просто держит, а еще пытаются двигаться вперед. И отдельные кадровые части. Значит, занимаются боевым слажением, стараются и так далее, и так далее. Но в основном надо понимать, что все равно это мобилизованные, как их ни готовь. Раз. Качество вооружения военной техники сильно хромает по началу вторжения. У артиллерии определенные проблемы. Уже нельзя выпуливать по 60 тысяч снарядов в сутки на пике операции. И по 40 уже нельзя, гораздо меньше. Износ стволов и так далее, и так далее. То есть это достаточно серьезная сила. Это достаточно серьезная сила. Но по сравнению с группировкой вторжения, она ограниченно боеспособна. Мы, силы обороны, вооруженные силы Украины, с тех пор стали намного сильнее. Доля западного оружия, высокотехнологического, радикально увеличилась. Доля людей, получивших опыт, боевой опыт увеличилась и так далее. Значит, что я предвижу? Вот я лично Алексею Арестовичу. Ближайшее внимание 2-3 месяца. Станут в чем-то похожими по замыслу российского командования. Точнее, должны стать. Давайте быть совсем точными. В отношении такой чувствительной темы на то, что было со второй половины апреля по начало июля. Когда наши войска сидели примерно в тех же районах в глухой обороне. И российская армия продавливала их тысячами. Заваливая тысячами трупов и тысячами артерийских снарядов. Так брали и Папас, но Лисичан, Северодонецк, мы помним. Вся эта Апупея, а там были войска совсем другого качества, намного более подготовлены. Там еще были кадровые десантники, там всякие такие. Вагнер, который не из зэков был, а Вагнер в своем высшем составе. Там не только Вагнер, другие ЧВК, профессиональных наемников и так далее. За три месяца, положив огромное количество людей, и взяли три города. Лисичан, Северодонецк и Папас. Все. Все. Курдюмовку. Курдюмовку, да. Поэтому, ну, конечно, их было меньше 200 тысяч, тогда прямо скажем. То есть сейчас угроза в несколько раз будет серьезнее. Но это угроза не лимит. По количеству их будет больше, по качеству их будет меньше. Мы не знаем, какие их боевые качества никто не знает. Они продемонстрируют пока на поле боя. Здесь заложенный, как профессиональный военный, главком оценивает сюда, исходя из пессимистического сценария. Но я тоже привык считать от пессимистического, но я чуть более могу позволить себе оптимистичные оценки, потому что я лично считаю, я лично считаю, что, ну, они будут ограничены боеспособными. Вопрос степени этого ограничения. Но 200 тысяч, это, безусловно, очень высокий фактор. На него делается ставка российское командование. А учитывая факт закупки иранских ракет, как утверждают нам американские партнеры, они могут совместить удары баллистическими ракетами, десятками ракет по нашей инфраструктуре. В принципе, и по нашим войскам нам может стать очень весело. Теперь, что касается направлений. Я думаю, что главная задача все равно является Донецк и Луганск. Что касается, возможно, нападения на Крым, оно безусловно, и на Крым, на Киев, и в том числе и в Беларуси, оно, безусловно, очень желательно для российской стороны, потому что по одной простой причине они мыслят точно так же, как они Украину меряют своими мерками. То есть они думают, что мы централизованная держава, централизованная управляемая, и если нам угрожать центру или победить центр, то все, сопротивление закончится, мы все дружненько. Да, именно это, я уверен, в аналитичках это все так и описывается. Они так и пишут, да, что все рухнет, разберзывает, только попадет в Киев. Но, первое, Киев не падет, потому что Киев отбился в ситуации, которая была намного-дамного хуже февраль-март. Во-вторых, надо понимать, что войска сражались под Харьковом, Черниговом, в зоне ОС на юге, не особенно глядываясь на то, что там творится в Киеве, хотя, конечно, если бы Киев пал, удар был бы серьезный, но и тогда бы сопротивление не прекратилось. Поэтому для того, чтобы напасть на Киев, нужно снова создавать 50-60 тысячную группировку, минимум, лучше больше, чтобы нападение имело хоть какой-то результат, в Беларуси или в Брянской области, неважно, и так далее. До этого очень-очень далеко переброска этих 200 тысяч или части их, создание соответствующих резервов, логики, подготовка оперативной оборудования, и подготовка такой операции, ну, как бы не два месяца, минимум. Это достаточно отдаленная перспектива. За это время произойдет масса событий, которые, возможно, изменят их планы по применению этих резервов. То есть они хотели бы напасть на Киев резюмированно. У них теоретически есть такая возможность. Нападут или нет, бабка надвое, потому что, ну, всякое может произойти. Сам заложный, Валерий Федорович, он сказал, что, когда он второй месседж, вторую часть месседжа задавал, что ему не хватает вооружения военной техники для того, чтобы... Да, 300 танков, 700 БМП, 500 галубиц. Это он минимум назвал, который ему надо, да. Он говорил, что... Поэтому он не может провести одну за другой на несколько наступательных операций, но для одной все готово, так сказать. Вот она почти готова. Да, мы это услышали. Он, правда, не сказал направление, а мы догадываемся. Ясно дело, что он не скажет. Одна такая операция может, в принципе, изменить сильно планы по применению, по крайней мере, значительной части, или некоторой части этих 200 тысяч резервов. И спутать планы командования. Мы на двусторонний процесс. Мы не собираемся сидеть и ждать, пока 200 тысяч приедут, определятся с направлениями, подготовятся, и страшно на нас нападут. Правильно? Мы сами будем... Мы играем в двустороннюю игру. Часто мы играем с инициативой, с опережением и так далее. Поэтому никто их ждать не будет. Ни на Киев, ни в других местах. А будут встречать их радостно. И действовать мы будем на упреждении, раньше, чем они успеют сообразить. Потому что, как говорил Суньдзе, высший уровень полководца – это расстроить планы противника. Ниша – это брать города. Ну, то, чем занимается Российская. Поэтому мы будем расстраивать планы противника, а они будут брать города. И не возьмут. Резюме. Легко не будет. В чем-то это будет напоминать повторение мая, апреля, мая, июня. В чем-то оно добавит. Потому что, если будут продолжаться удары по инфраструктуре, особенно если баллистика обойдет иранская, ну, будет сложновато, скажу сразу. Баллистика хуже перехватывается. Именно поэтому пошли разговоры о передаче, собственно, с патриотов, как можно скорее, и французской и итальянской комплексов, которые обладают способностью противоракетной обороны. Сбивать баллистические цели. Вот эти самые иранские ракеты, которые летят. Но падать духом не надо. Сегодня я посмотрел социальные сети в перерывах между пездами. Смотрю народа. У народа повалилось моральное состояние. Ты мне уточнился вопрос об этом задавал. Да, об этом, да. Я думал, кто же воспринял спокойно, потому что я видел такое. А-а-а, планы эвакуации. Нет, имелось в виду, что по-разному. Я аккуратно, не мне комментировать. По-разному. Кто-то так, кто-то эдак. Спешу успокоить. Будет. Легко не будет. Но кошмара первых месяцев боев уже не будет точно. Такие, как были в начале. Самое тяжелое в этой войне мы пережили. Еще одна хорошая новость. Когда кончатся вот эти 200 тысяч? Не кончится. Ну, для примера, потери российской группировки за Бахмут-Солидар за три крайних месяца порядка свыше 60 тысяч раненых военнослужащих. Это борьба за два города небольших. При том, что... Ну, выбравшие по санитарным причинам, по всем. Это при том, что... Ну, это какая-то третья часть от этих 200. Что они выбрали? Два города? Так они их даже не взяли. Беспрерывными атаками. 200 тысяч, с одной стороны, кажется, очень много. С другой стороны, вот мы смотрим, как она носила атакующий Бахман. Там третий раз меняется состав войск, которые его атакуют. Что всего группировка до 40? Ну, 60 она потеряла. Убитыми ранен. За три месяца. И не взяла. Поэтому, с одной стороны, 200 тысяч это очень много. С другой стороны, смотрим, не так уж оно и много. По масштабам крупнейшего конфликта. И особенно в сравнении с численностью вооруженных сил Украины и других сил обороны. Резюме. Легко не будет. Нас ожидает достаточно непростое время. В сочетании с ударами по инфраструктуре оно может быть сильно непростым. Если ему удастся эти удары, если ракета действительно поставлена, если мы их не сумеем сбить, если они попадут, много-много есть. Мы, и самое главное, военно-политическое руководство, президент, верховный главнокомандующий, сам Валерий Федорович, не собираются ждать, наши генералы не собираются ждать, как мальчики для питья, пока российские военные приедут, выберут направление в удар и начнут нас атаковать. Мы будем действовать, будем действовать на опережение, мы знаем, что делать. Партнеры тоже оживились. Могу сказать, что недекларативный разговор об ускоренной передаче вооружения военной техники разных видов сейчас идут. Мы слышали про словацкие МИГ-29, да, там много чего, про комплексы ПВО, но заложено обозначить, это одна из главных задач, защиту ПВО и ПРО страны. Так что уже затягиваем пояса, выше нос, устраиваем железное намерение и идем к победе. Видите, приходится возвращаться к ритурике первых дней. У меня другая приятность. Да, да, мы слушаем. Эта история в 200 тысяч и в иранские ракетки. У меня вопрос к самому, я могу задать вслух себе вопрос. Российская Федерация, как социальная система, готова к третьему такому напряжению и усилию. Это загадка. Еще 200 тысяч, еще пара сотен иранских ракет, еще, еще, еще. У меня есть обоснованные сомнения. Поэтому, мне кажется, это ставка на последний крупный удар. Серьезный. И, скажем так, после его провала начнутся те самые долгожданные процессы, которые ваш покорный слуга назвал, кризисом способности социальной системы Российской Федерации к сверхусилиям. На это сверхусилие, да, они пошли. И, несмотря на все там кликушения с нашей стороны, что они готовы, не могут и так далее, они, конечно, готовы, могут и так далее. Пусть даже с недодачей продуктового пайка, но тем не менее. А вот третье, я сильно сомневаюсь в возможности третье провести усилия такого рода. Напоминаю, что по третьим усилиям, я понимаю, плюс еще 2000, плюс еще несколько сотен ракет, плюс еще какое-то снаряжение, плюс какая-то техника снятая. Мне кажется, что третье уже будет половинчатым, если оно и будет. А будет, потому что эти идиоты будут проигрывать все до конца, снимая последние портки. Вот, поэтому... Поэтому как-то так. Поэтому... Нам ночь простое, да день продержаться. Главное отбить это наступление. Сыграть свою игру. Игра есть, она планируется. Смотрим на слова заложенных. И дальше мы, я вас уверяю, сохраним потенциал для наступления. И даже накопим это время. А вот создание нового потенциала с точки зрения способностей Российской Федерации возможности вызывает у нас. И вот тогда правила могут померяться. И сильно не в их пульс. Где-то на весну. Посмотрим. Так.